Игромания представляет Уже несколько лет подряд, каждый ноябрь, мы получаем новую часть франшизы. Традиционно в комплекте нас ждет одиночная кампания и мультиплеер, а иногда в придачу мы получаем еще и зомби-режим. 2016 год не стал исключением, и новая часть подоспеет как раз к ноябрьским праздникам. Релиз Call of Duty Infinite Warfare запланирован на 4 ноября. Сегодня мы попытаемся разобраться, почему нам все же стоит ждать Infinite Warfare, и что нового она нам предложит. Причина первая. Сюжет. Еще в июне на Е3 авторы игры обещали интересный сюжет. Скептично настроенный геймер может сказать, что в шутерах он ставится далеко не во главу угла. Но мы же помним много хороших экшенов с достойной фабулой. Стоит вспомнить хотя бы Half-Life и последнюю часть той же Call of Duty, которая отличилась достаточно сложным и оригинальным сюжетом. На этот раз, по уверениям разработчиков, нас ждет настоящая военная драма с харизматичными персонажами, выяснением отношений и, само собой, неожиданными смертями. Все как полагается. В будущем борьба земного правительства и жителей космических колоний за ресурсы перерастет в глобальный вооруженный конфликт. Главному герою игры, лейтенанту Рейсу, зачастую придется делать нелегкий выбор и идти на жертвы ради выполнения очередной миссии. По уверениям разработчиков, в игре не будет никакой мистики или, например, противостояния с искусственным интеллектом. Call of Duty Infinite Warfare – это классическая военная драма, при создании которой авторы вдохновлялись такими фильмами, как «Спасти рядового Райана» и «Падение черного ястреба». Причина вторая – Кит Харрингтон. В последние годы при создании новых Call of Duty разработчики привлекают к сотрудничеству известных американских актеров. Так, пару лет назад в Advanced Warfare появился Кевин Спейси, а в Black Ops 3 засветился Кристофер Мелани. Новая часть тоже не станет исключением. По заявлениям Activision, на этот раз на огонек заглянет Кит Харрингтон, известный отечественному зрителю как Джон Сноу из «Игры престолов». Там он протагонист, а вот в игре Кит исполнил роль главного злодея. Что из этого получится, мы узнаем уже совсем скоро. Причина третья – разработчики из Naughty Dog. Помимо известных и талантливых актеров, к работе над Infinite Warfare привлечены и не менее талантливые разработчики. Известно, что над новой частью работают бывшие сотрудники Naughty Dog Тейлор Курасаки и Джейкоб Минхоф. Для справки, Тейлор приложил руку к сценарию, популярной на PlayStation серии Uncharted. Джейкоб же работал в Naughty Dog в качестве дизайнера уровней. Минхову принадлежит, например, известная сцена в поезде Uncharted 2 Among Thieves. Надеемся, Джейкоб и Тейлор приятно нас удивят и на этот раз, показав высший профессиональный пилотаж. Причина четвертая – сражение в космосе. Еще с Е3 известно, что действие некоторых миссий в Call of Duty Infinite Warfare будет проходить в космосе. Для внеземных путешествий в распоряжении мистера Рейса будет собственный звездолет, носящий грозное и гордое имя Шакал. По уверениям авторов, его управление будет простым и удобным. Поскольку в космосе нет гравитации, двигатели корабля не будут поддерживать его высоту. Однако управление будет схоже с передвижением самого персонажа. Шакал может ускоряться, подниматься, стрейфиться влево и вправо, а также разворачиваться и двигаться в любую сторону, пока планета оказывается то над головой, то под ногами. Кроме того, будет функция автоприцеливания, чтобы во время боя корабль мог маневрировать, уклоняясь от атак неприятельских машин. Разработчики обещают сделать многоступенчатый шутер без загрузок между уровнями. Можно будет, к примеру, догнать чужой звездолет на своем космическом корабле, потом высадиться на его поверхность, перебить всех внутри и снаружи, размахивая гарпуном и улететь на трофейном судне. Причина пятая. Сетевая игра. Чем всегда были примечательны игры серии Call of Duty, так это наличие мультиплеера. Как бы ни была хороша одиночная кампания, но она, как правило, проходится за 1-2 вечера, и именно сетевой режим месяцами поддерживает интерес геймеров к игре. Да и все DLC, выходящие в течение следующего года, касаются прежде всего именно многопользовательской игры. Сетевой режим в Infinite Warfare будет включать в себя не только наиболее интересные фичи из сетевых режимов предыдущих игр серии, но и некоторые нововведения. Из традиционных возможностей нас ждет прокачка персонажа, несколько настраиваемых классов бойцов, а также подборка карт, режимов и возможность апгрейда оружия. В мультиплеере Infinite Warfare появится возможность коллекционировать детали и заниматься крафтом, собирая редкое оружие. Еще игрок может вступить в ряды одной из четырех фракций, что даст ему доступ к уникальным стволам. И, возвращаясь к традиционным моментам, джетпак тоже будет. Так что можно будет не только бегать, но и высоко прыгать и скакать по стенам. Причина шестая. Режим зомби. Да, живые мертвяки будут и в Infinite Warfare. Игроки отправятся в огромный парк развлечений, выполненный в сеттинге 80-х и под завязку заполненный кровожадными и обезумевшими мертвяками. По сюжету четверо молодых актеров получили приглашение от некого режиссера Уилларда Уиллера. Прибыв на место, квартет обнаруживает парк с множеством разномастных аттракционов и, конечно же, столбами зомби. Согласно обещаниям разработчиков, эта история, как и режим, будет постепенно дополняться новым контентом по мере выхода DLC. Причина седьмая. Переиздание Call of Duty Modern Warfare. Еще одна причина, из-за которой стоит приобрести новую часть Call of Duty – HD-переиздание классической Call of Duty Modern Warfare. В обновленной версии переработаны графика и звук, а все персонажи, оружие, враги и локации теперь смотрятся вполне современно. Игроков ждет легендарная кампания, где им предстоит вступить в борьбу с российским ультранационалистом Имраном Захаевым, который хочет захватить власть в России и присоединить к ней новые территории. Повествование ведется от лица нескольких персонажей, выполняющих сложные и опасные задания как на территории нашей страны, так и в Украине, Азербайджане и на Ближнем Востоке. В далеком 2007 году игра получилась действительно очень интересной, тем более это была первая часть Call of Duty, действие которой происходит не во времена Второй мировой войны, а в недалеком будущем. Теперь же бывалые поклонники серии получат шанс пройти эту историю еще раз, а новички смогут приобщиться к классике. Причина восьмая. Мультиплеер Call of Duty Modern Warfare Помимо одиночного режима, HD-переиздание классической Call of Duty Modern Warfare будет содержать и мультиплеер. По уверениям разработчиков, нас ждет 10 самых популярных карт для сетевых сражений из оригинала, а до конца года к ним бесплатно добавятся еще 6. Кроме того, к услугам геймеров несколько режимов онлайновой игры, начиная с классического командного боя и Free for All, где каждый сам за себя, и заканчивая режимом саботаж. В последнем нужно установить бомбу, которая дается одна на две команды, на вражеский объект, и ни в коем случае не дать ее обезвредить до истечения времени таймера. Причина девятая. VR-миссия. Что ни говори, а VR сейчас вещь, стремительно набирающая популярность. Разработчики из Infinity Ward тоже решили не обходить такое дело стороной и сделали эксклюзивную миссию. Она будет доступна всем обладателям Infinite Warfare на PlayStation 4, а чтобы ее пройти, понадобится шлем PlayStation VR. Называется уровень Jackal Assault. На этот раз вам предстоит сесть за штурвал звездолета и принять участие в большом космическом сражении, и все это с полным погружением в виртуальную реальность. Что ж, друзья, до релиза новой Call of Duty осталось совсем немного времени, так что совсем скоро вас ждет полноценный разбор полетов по этой игре. И уже заранее можно сказать, что Infinite Warfare однозначно заслуживает внимания. Возможно, перед нами претендент на звание шутера года. Точно поймем после выхода. Субтитры создавал DimaTorzok